Очертания сновидений, бегство из сна, видение, пейзаж снов. Все это очень красивое название научно-фантастического триллера с элементами хоррора. 1984 год ознаменовался выходом двух потрясающих фильмов, так или иначе трактующих психологию ночных кошмаров. И если фильм Уэса Крейвена была уготована победоносная судьба и культовый статус героем его фильма, то ленте Джозефа Рубена был уготован менее скромный прием и, наверное, долгое забвение. Сам Джозеф Рубен, как режиссер, известен такими постановками, как «В постель с врагом», «Отчим», «Добрый сынок» и «Денежный поезд». Пейзаж снов можно отнести к его наиболее удачным работам в плане зрелищности и глобальности задумки. Постановка даже сейчас кажется настолько успешной, что невольно возникает вопрос о ремейке этой киноленты. В фильме речь идет об Алексе Гарднере, экстрасенсе с выдающимися способностями. Однако он использует свои таланты исключительно для личной выгоды. Когда-то Алекс был главным объектом научно-исследовательского проекта, исследующим его способности. Но в самый разгар расследовании он исчезает. Спустя годы, волею судеб, он снова оказывается в этом проекте, дабы помочь несчастным людям, одолеваемыми жуткими ночными кошмарами. Но вскоре его помощь понадобится президенту США, так как с помощью ночных кошмаров недоброжелатели пытаются устранить главу государства, который и не подозревает о том, что в его мозг методично пытается влезть могущественный экстрасенс со способностями, как у Алекса. Герою Денниса Куэйда предстоит лицом к лицу столкнуться со страхами людей. Для роли Алекса продюсеры рассматривали кандидатуру только в лице Денниса Куэйда, так как в самом начале проекта он искренне интересовался как самой ролью, так и нюансами производства этой ленты. Помимо Куэйда, в этой ленте сыграли достаточно известные на тот момент актеры, да и российскому зрителю их имена тоже знакомы. Это Макс фон Сюдов, Кейт Кэпшоу, Эдди Альберт и Джордж Уэнд. Была попытка на главную отрицательную роль пригласить Кевина Костнера, но актер отказался, так как не желал играть второстепенных персонажей. Но несмотря на второстепенность многих участников этой ленты, все они, конечно же, дополняют интересное рассуждение фильма о природе кошмара, как явление. Что движет нашим мозгом, который выплескивает во время отдыха нашего тела такие фантасмагоричные и порой очень пугающие видения. Что лежит в основе всего этого? Это, конечно, просто чудесно, что у зарубежных институтов есть средства на изучение этих явлений, связанных со сном. В том числе очень радует, что на полном серьезе занимаются таким феноменом, как сонный паралич, он же синдром старой ведьмы. В кинокартине очень хороший саундтрек, написанный Моррисом Жаром. И это очень здорово, что он настоял на том, чтобы музыка Клиенти была сыграна на синтезаторах и имела явно электронное звучание, так как даже композитор понял, что подобному фильму нужно таинственное и завораживающее музыкальное сопровождение. Помимо ночных кошмаров, создатели развлекут зрителя погонями, трюками, околополитическими интригами и любовной линией между Деннисом Куэйдом и Кейт Кэпшоу. Умудрились добавить даже некоторые нотки комедии, но это лишь на миг, чтобы дать зрителю передохнуть после очередного кошмара, который одолевают героя. Вернее, он добровольно окунается в кошмары, где ему предстоит пережить и последствия ядерного апокалипсиса, и падение с высоты, и бегство от полумутантов, полузомби, а также встречи с ужасным монстром, Человека-змеем, который, кстати, был замечательно реализован методом покадровой анимации, прекрасно воплотившей как само чудовище, так и трансформации, связанные с ним. Но самый страшный монстр, как мы все знаем, это человек, и решиться порой человек может на многое, придумать и попробовать реализовать. Именно такие мысли возникают, когда понимаешь, для чего околоправительственные организации поддерживают подобные проекты. Но уж не во благо человечества или мира во всем мире. Власть. Власть и еще раз власть. Своеобразная эволюция покушений на первое лицо государства. В 60-е Кеннеди устранили выстрелом, а в 80-е ознаменовались совершенно другими технологиями, способными проникать во сны и действовать уже там. Кинофильм «Пейзаж снов» должен быть просмотрен хотя бы раз, так как это довольно-таки сильный фантастический фильм для своего времени, да и просто довольно-таки интересная история, если вам по барабану теории заговоров. Эта киношка отхватила на одном из европейских кинофестивалей в 85-м главный приз, а также номинировалась на премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. А американский писатель-фантаст Роджер Желязный даже утверждал, что первоначальную историю, основанную на нескольких его произведениях, написал он и продал ее киностудии 20-й век «Фокс». Но это уже совсем другая история.